У нас будет разговор о нигене голоса вокалистов, вот вы пошли на игру зенитов, прокричали там весь голос, полностью. Я не чемпион, да мы приходим, я не чемпион, нам не говорить нечего. А у вас вечером кадр, что делать, как жить, куда бежать? Фонограмма, вы знаете, я с вами полностью согласен, это хорошая аудиозапись, еще никому не мешала. Например, Алла Борисовна, смотри, сколько у нас богатый опыт на эстраде. Нет, 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 это вообще никаким образом нет, мы же приличные люди, в конце концов, ну какая фонограмма? Ну что, люди платят за появление артиста на сцене, за его прыщи, на них явление. Ну, это время уже прошло, это уже, наверное, прошло. Нормальные, приличные люди платят за чистый, хорошо. Так вот, что делать, если пропал голос перед самым важным мероприятием, экстренные способы? Мы делаем возвращение себя в рабочем состоянии, это разница. Дальше мы поговорим о разных способах рукоизлечения, через горло, через нос. Используя легкие, используя диафрагму, используя головные резонаты. То есть, будем практически, это сам, куинские горловые пения. Совершенно верно. Потрясающе. Что еще мы будем делать? Мы будем... А вот кирольские вот эти вот юные? Нет, это не наш. Не, их можно, но они неинтересны, да. А еще мы будем говорить о том, как можно с помощью локальных уроков учить в любой иностранной отделении. Я буду об этом говорить на собственном примере, потому что с этой методикой я выучила до состояния свободного локения и чтением, и письмом, и переводом. Английский и немецкий. Выучила? Да. Вот об этом мы будем разговаривать. У меня. Да. А в jeden Fall, Зэгой. Пройдет. Пройдет.